Санкт-Петербург Содержание баннеров четко контролировалось сотрудниками милиции прямо на месте. Мол, не политкорректным лозунгом, не место на стадионе. Сами фанаты при этом очень не хотели демонстрировать графические творения и засвечивать свои лица на телеэкране. Уберите камеру, пожалуйста. Уберите камеру, пожалуйста. Со стартовым свистком спартаковская трибуна развернула лаконичный, но предельно обидный для Питера баннер. Лужники заволокло облако едкого оранжевого дыма, а потом в секторе появилось еще одно напоминание. Ответ «Зенита» получился убедительным. Опаснейший удар Андрея Аршавина, внушительное полотно за воротами стипе плетикосы и попытка Павла Погребника опередить защитников после подачи углового. Эти события поначалу даже затмили яркий дебют за «Спартак» Олега Динеева. Но вчерашний дублер напомнил о себе, выполнив штрафной. Мяч в сетку добил Александр Прудников. Это был второй гол чемпиона Европы среди юношей в трех матчах за основной состав. Все ребята старались, пытались выложиться полностью. Конечно, у меня было много моментов, которые я еще не реализовал. Но есть над чем работать, буду стараться в дальнейшем. Вскоре «Спартак» лишился своего капитана. Егор Титов был вынужден покинуть поле после столкновения с Лихо и Малафеевым. Егору попытались оказать оперативную помощь, но жест Юрия Василькова был красноречив. Требуется замена. Позже выяснилось, что Титов пропустит две недели. У него обширная гематома левого бедра. Ну, конечно, тяжело, наверное, так с бухты-барахты выходить. В общем-то, я сидел на печке, даже не успел на самом деле размяться. Ну, в принципе, хорошо, что не слишком много прошло с начала игры. Еще осталась передыгровая разминка. В общем-то, еще тепленький был. Добавил перца в котел эмоциональный диалог Дика Адвоката с резервным арбитром. За их беседой интересно наблюдать со стороны, даже не слыша сказанных слов. Все-таки язык жестов – это великая сила. В перерыве Адвокат, видимо, поговорил с игроками на более доступном языке. И, как следствие, «Зенит» достаточно быстро сравнял счет. Павел Погребняк, в который уже раз огорчил родной для него клуб. Один-один, но этого мало. Петербургу нужен еще как минимум гол, а лучше два. Но идеальный шанс забить получил его оппонент. Олег Динеев достал сложнейший мяч и успел прострелить штрафную, где габаритного Прудникова зацепил шкартел. Питерцы бурно протестовали против решения Станислава Сухины как во время, так и после матча. Вам судить, пять или шесть пенальти «Спартак» бьет уже в этом чемпионате. А то, что сегодня не было 11-метровые летки, не назначается, это однозначно. Но Моцарт вместо того, чтобы расставить все точки над «и», Пижонский подцепил мяч и угодил в перекладину. Третьего поражения «Зенита» от красно-белых подряд не случилось, но первый серьезный турнир в России голландец уже проиграл. Дмитрий Ганечев, футбол России. Встрету свой первый матч за основной состав красно-белых сыграл молодой воспитанник спартаковской школы Олег Динеев, 87-го года рождения. Тот выпуск спартаковской академии оказался очень удачным. Братья Камбаровы, Гаджиев, Тарасов и вот теперь Динеев. В четверг мы побывали в Тарасовке, где этот скромный молодой человек поделился своими впечатлениями о матче с «Зенитом». Ну, ощущения были очень приятные играть при таком количестве зрителей. Очень приятно. В принципе, не волновался. Удивился сам, что и спал спокойно, и вышел, коленки не тряслись. Очень себя даже можно чувствовал в своей тарелке, можно даже так сказать. Олег, сколько за вчерашний день вы раздали интервью? Три. А до этого? Одно. То есть в трое больше, чем до этого? Ну да. И как вы себя ощущаете знаменитым? Нет, никак не ощущаю. Скорее, это, конечно, аванс, наверное, со стороны средств массовой информации. Постараюсь их оправдать в дальнейшем. У вас есть гипотеза, почему вы попали на вчерашний матч в основной состав? Ну, во-первых, травмированных сейчас много. Ну, оказался и в нужном месте, в нужное время. Можно еще, наверное, и так сказать будет. Партнеры что-то сказали до и после игры вам? Ну, не волноваться. Попросили начать просто. То есть не обыгрывать. Принял, отдал. Там мяч в ноги не получать. Ну, все самое простое. То есть ничего не выдумывайте. И вы действительно не обыгрывали? Ну, на первых минутах старался. Потом все-таки немножко забывал свет и иногда проходило. Иногда не проходило.